Ну что, всем огромный-огромный привет! Напоминаю, что меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале, канал, который посвящен парфюмерии не только. Всем моим огромный пламенный привет! Если вы чисто случайно сюда забрали, то подпишитесь. У меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Про что я сегодня буду вести речь, а сегодня я обещал, и, собственно, я это делаю, рассказать про ароматы от бренда Sly Jones Lab. Эти ароматы приехали ко мне на обзор, у меня уже вышло видео, посвященное ароматам от бренда Mint. Вот, в частности, Sly Jones Lab связан с брендом Mint, это их дочерний бренд. Здесь история немножечко уже другая. Давайте начнем немножечко с моей части. Естественно, все ссылочки, все, чего где посмотреть, я оставлю внизу в описании. Сходите, жалом посмотрите, поводите. Но я уже говорил в предыдущем видео несколько раз, что эти ароматы стоят в сетях L'Etoile. L'Etoile есть практически в каждом городе. Если увидите вот эти вот баночки интереснейшие с лисенком в смокинге, с вот этими вот пробками, крышками, подходите смело. А к чему конкретно вам нужно будет прикоснуться своим жалом, что, собственно, нужно будет послушать, я вам сегодня расскажу и покажу. Что мне понравилось, что мне не понравилось. Давайте начнем с минусов. Бренд Sly Jones Lab по тем работам, которые я поносил и на себе, сложил какую-то картину в голове. Здесь история не такая, как в Mint. Если Mint это про что-то такое новаторское, да, слегка понятное, приятное, безумно интересное. Эти ароматы хочется носить, их хочется разгадывать, потому что они такие с виду простые. Но в самом деле, чем больше аромат живет на коже, тем он больше открывает каких-то граней. Здесь история противоположная. Здесь все ароматы бренда немножечко заимствуют самые популярные веяния. Да, немножечко заимствуют, но тем не менее, даю дань уважения, что ароматы переделаны и не копируют 100%, как это бывает в других брендах. Что мне еще не понравилось? Наверное, вот эта вот крышечка, которая, скорее всего, с течением времени она рассохнется, будет распадаться, потому что уже сейчас при снятии открывания, с нее сыпется вот этот вот самый пробковый жмых, давайте его назовем вот так. И также мне не очень нравится коробка, да. Ну, это уж чисто мои придирки, можно было делать просто в картоне. На этом как бы все минусы закончились, наверное. Вот, но цена, в принципе, допустимая. Сейчас люк стоит дороже, чем вот это, а здесь ароматы действительно смотрят в сторону ниши. Но не ниши-ниши, которые прям, фиг пойми, без 100 грамм не разберешь, здесь композиции все-таки про поносить. И я вам сейчас все расскажу поподробнее. Коробочек, кстати, наверное, имитирует какой-то футляр от алкогольного питейного напитка. Но это, опять-таки, чисто мои ассоциации, потому что здесь пробковая штучка, и здесь у нас тоже пробковая. Так, у нас с вами будет 6 ароматов, один полноценный. Мне понравилось... Сейчас все, потому что все по порядку. Давайте начнем с того, что мне понравилось больше всего. Собственно, этот аромат я взял себе в коллекцию. У меня эти ароматы нанесены на блоттер. Наносил я их с утра, делал окончательные пометочки, заметочки в свой склерозник. Поэтому могу смело вам рассказать. Походил в течение недели, давал нюхать, обонять своим знакомым. Спрашивал, чего, как и почему. И вот, собственно, все, что у меня в голове есть, я вам сейчас и выдам. Наверное, самая интересная работа у всех ароматов, которые мне заслали. Там еще вышла новинка, но, к сожалению, они, наверное, еще не прошли сертификацию, не попали их нам на рынок. Ну, буду ждать, если что. Если что, пишите, милые дистрибьюторы. Индийская трава. Вот здесь слово «трава» как нельзя лучше подходит под этот аромат. Это действительно аромат, построенный на большом количестве зеленых нот. Здесь действительно ощущается в процессе носки и трава. Кстати, блоттер с 10 утра сейчас уже восьмой час пахнет, как будто только-только нанес аромат. Но я на всякий случай буду их обновлять. Вдруг что-то новенькое вылезет в моем воспаленном воображении. Действительно, аромат про зеленую сочную траву, про вень, про коноплю. Конопля здесь мысляничная, конопля здесь плотная, конопля, которая с течением жизни на коже будет слегка трансформироваться в горящий косячок, только слегка. Но, тем не менее, эта композиция не вызывает отторжения, она не вызывает реакцию у посторонних людей вокруг вас. Фу. Но это не банальная, простая, какая-нибудь, да, конопляная база. Здесь все-таки производитель постарался. И здесь действительно чувствуется дорогое, качественное сырье. Потому что помимо зеленых интересных нот, я слышу какие-то удовые акценты. Слышу очень-очень много почули. И слышу красивое дерево и красивые специи. Там пирамида огромная. Я не у всех ароматов смотрел пирамиду. Я пытаюсь, когда знакомлюсь с новым брендом, с новыми композициями, складывать свое восприятие и, собственно, доносить это до своего любимого зрителя. В общем, для меня это, конечно же, аромат, который смотрит в сторону... Давайте будем немножко жаргонизмить. Жаргонизмить. Есть такое слово? Ну, придумаем, короче. Что смотрит в сторону афгоноидов. Но эта композиция чистая. Эта композиция приятная. Эта композиция понятная. Здесь нет ничего того, что может вызвать чувство отторжения у окружающих. Я еще раз повторюсь. Я носил эту работу и на работу. И когда я встречался с друзьями, наносил им на всякие возможные конечности запястья, все, в принципе, остались довольны. Вот если ищете зеленое звучание конопли, слегка уходящее в такую вот маслянистую структуру и отдающее слегка дымом, потому что здесь по-любому производитель использует гвояк, он чувствуется, он дает ноту приятного дыма. Здесь нет гари, здесь нет огромнейшего количества животины. Здесь, возможно, используется смола, потому что вот эта вот кислинка, она меня как-то относит к эляме, потому что эляме имеет, ну это хоть и смола, она имеет цитрусовое звучание. Здесь я это тоже вижу. Кому эту работу носить? Естественно, всем мужикам, всем мужчинам рекомендую однозначно. Аромат абсолютно не юн. Здесь, к сожалению, не такая конопля, которую бы мог носить молодой человек. Но хотя, если молодой человек такую любит, почему нет? У нас уже было с Анжелой видео про конопляные ароматы. Вот там есть действительно юные, красивые, носибельные конопляные работы. Здесь все-таки, мне кажется, композиция смотрит в сторону мужчин повзрослее. Вот, но в принципе можно и дамам. Если вот дама соответствует образу, под что-то черное, под какой-то вот интересный образ, да, такой черно-красный помады, каблуки, не знаю, там кроссовки шупованные, но тоже подойдет. Летом, к сожалению, в этой работе я себя, по крайней мере, не вижу, потому что она плотная. А моя кожа, сжирая ароматы, трансформирует их просто до непотредства. К чему я это веду? На мне вылезает не очень приятная нота, но здесь она сделана хорошо. Это не потому, что меня заслали бесплатно, нужно похвалить. Я обязательно поругаю другие ароматы, которые здесь есть, они мне не понравились. Но здесь вот эта вот нота пачули, она такая, которая выдает ощущение прелости. И на ком-то, на мне это есть, в жаркую погоду это вылезало, ощущение плесени. То есть здесь не просто конопля, да, такая слегка зеленая, интересная, сочная, которая уходит в курительный косячок. Но еще здесь есть вот этот вот акцент пачули, который может выдавать ноту плесени. Возможно, если кто не знаком, что я вот сейчас говорю, возможно, на вас и вы почувствуете ощущение прелых листьев, которые, допустим, ногами шубуршите, да, по осени. Ну, в общем, есть. Ну, а так неплохо. Возможно, кто-то здесь почувствует и кожаные нотки, но, по сути, это просто интереснейший фужер, который построен на ноте конопли, который построен на коже, который построен на ноте пачули. И вот эти вот интересные цитрусовые звучания с очень приятной кислинкой. Хорошо, стойкость замечательнейшая на мне. Эта композиция громко живет 4-5 часов, большего я не жду, но, тем не менее, спустя 4-5 часов она не пропадает. Остается очень приятный такой омбре, да, кокон. Но ничего страшного, опять-таки, в этом не вижу. Но, опять-таки, не в жару. В жару может выдавать небольшие сюрпризики. Поэтому тестите, пробуйте. На бумаге композиция звучит несколько иначе. Поэтому, если понравится с бумаги, вернитесь на следующий день. Нанесите на себя, а лучше и на себя, и на одежду. И походите. Одежду не красит. Ну, в общем, что еще говорить? Хорошечно. Скорее всего, вот эта композиция будет раскрываться, если летом, допустим, не захочется. Да, в дождь, да, в какую-нибудь влажную погоду. Потому что на сухую, под ветер, под палящее солнце, ну, немножко не то пальто. Нужна влажность. Нужна правильная температура тела и вокруг вас. Ну, или, возможно, тупо носить в осень. И, как говорится, в ус не дуть. Мне понравилось. Вот это мой топ of the top среди ароматов, которые у меня сегодня будут. От бренда Sly Jones Lab. Лаборатория Лисенка. Мы ее с вами прозвали. Ну, что, идем дальше. Вот дальше композиция, которая, наверное, понравится большинству моих зрителей. Потому что это безумная женская красота и нежнятинка. Композиция под названием Sweet Luch. Ну, естественно, я все буду подписывать. И внизу в инфобоксе вы все посмотрите. Это настолько интересно, настолько мягко. Вот спустя, по прошествии времени, сейчас вот здесь вот на блотере осталась очень приятная ванильная орхидея. С очень приятным таким пудрово-слегка молочным акцентом. Ну, в старте это тоже красиво. И поэтому тоже вот, если первую работу всем мужикам, вот это вот всем дамам обязательно на познакомиться. Старт. Очень необычное сочетание какой-то ягодной кислинки. Я смотрел пирамиду, но у меня немножко другие ассоциации восприятия. Я в этой работе слышу отголоски черешни. В этой работе я слышу отголоски не только вот мякоти черешни, да, слегка такой вишневый, приятный, вкусный, сочный. А плюс еще косточки. Это не уходит ни в коем случае в лос черри, смок черри и так далее и тому подобное. Это вообще про другое. Здесь композиция вот она именно фруктовая, именно цветочная и именно пудровая. Вот эта вот кислинка, она остается, но оставалась по крайней мере на моей коже час. Если вы холоднокровно умножаете смело на 3, будете ходить кайфовать от этого фруктового взрыва интереснейшего сочетанием цветов. Цветы приятные. И белые, и лан-калан. Но потом это все трансформируется в такую очень приятную сандаловую молочную базу на большом количестве гелиотропина. Гелиотропина это такая цветочная пудра, да? Ну просто невозможно. Слушайте, я не знаю ароматов, на что это может походить. Для меня это самостоятельная работа. Я, по крайней мере, такого прочтения в мире парфюмерии не знаю. Но, возможно, я просто не знаком с большим пластом женской парфюмерии, что там любят дамы. Но так неплохо. Знаете, чем пахнет? Марципановыми конфетами. Марципановыми конфетами пахнет цветами и пахнет вот чем-то таким фруктовым, безумно приятным, интересным. Мужчину в этой работе я абсолютно не вижу. Композиция 100% феминиша. Она приятная. Большой минус эта работа какой? Как такового амбардерева я здесь не слышу. Да, иногда меня просят говорить это, потому что не все лояльны к амбардереву, как я. Я могу рыбы и мясо завить и все съем. Вот. Здесь я не слышу амбардеревяшек, но композиция не настолько громкая, не настолько диффузная, как остальные работы бренда. Но, возможно, в этом и была задумка парфюмера, чтобы сделать аромат максимально понятный, приятный, чтобы барышня получала удовольствие в течение дня. Стойко, интересно. Что еще нужно от женской парфюмерии? Ну, женская нежнятинка. Что еще говорить? Впустненько, цветочное, фруктовое. В общем, вот это я одобряю. Интересно. Вот за 10 тысяч рублей плюс-минус схожий аромат. Ну, я вот вам не подберу, честно. Сырье хорошее. Вот что в первой работе, что во второй. Прямо мое почтение. Дальше идем. Топ-3. Давайте его так называть. Это аромат под названием Paradoxical. Вот, собственно, как он называется. Наверное, абсолютно в точку попали маркетологи, либо кто обозывал этот аромат. Это фужер. Это мужской фужер. Вот в течение времени, опять-таки, что я сейчас слышу с блоттера. Это вот самые-самые конечные ноты. Мне пахнет порошком, стиральным. Безумно приятным, свежим. Вы знаете, вот как будто, не знаю, как там называется. Горный родник, горный ручей. Вот что-то такое, связанное с горами. Но вы меня понимаете. Это не пахнет химозиной. Это пахнет парфюмерно. Но это безумно приятенка. Да, приятенка. Придумаем новые слова на ходу. В старте, в старт композиция, он про мяту. Он про корочки цитрусовых. Он про какие-то деревяшки. Это действительно хороший, канонический мужской фужер. В течение времени на мне эта история уходит лаванду. Вот этот вот сегмент, когда эта композиция на мне жила, мне не очень понравился. Потому что он выдает вот что-то такое мыльно-рыльное. Но, тем не менее, лаванда здесь более-менее мне приятна. И плюс еще здесь большое количество мяты с деревяшками, с какими-то разнотравьем. В общем, всем мужикам, кто ищет какой-нибудь новый интересный фужерный аромат, вот обязательно к знакомству, брызгать на себя. Мне кажется, летом будет замечательно. Отличнейше подойдет летом в офис, на работу, куда угодно. Абсолютно всесезонный. Абсолютно в различные условия, в различные мероприятия. Вот тут он впишется просто как нельзя лучше. Он не пахнет стрёмно, он не пахнет странно. Это просто парфюм рабочего характера. Понравилось? Нужен мне флакон? Нет. Я просто не очень люблю такие нарочито-мужицкие ароматы. Вот он именно нарочито-мужицкий. Но мне безумно нравится база. База это действительно чистая какая-то звонка. Вот это все вот яркое фужерное спадает на нет. И появляется просто выстиранное белье. Но слушайте, это интересно. Это необычно. Что я пишу себе в заметках? О том, что хороший мох. А еще пишу, что пахнет, возможно, кому-то будет пахнуть яблоком. Да, там в пирамиде заявлено яблоко. Но для меня это по большей части лимон плюс мята. И вот какой-то розмарин, да, который прям в руках разминаете, растираете. Который вот уходит потом в лаванду. И вот эта вот свежесть какого-то постиранного порошка. Интереснейшая задумка. К сожалению, у бренда нет миниатюр. Вот такую работу я бы с удовольствием бы заимел себе в ручке 15-20 миллилитров. И мне бы было бы за глаза, да, вот в ситуацию какую-то вставить. Я просто носитель подобных ароматов на постоянку. Дальше. Дальше будет просто вообще шок-контент. Вот это я хочу. Потому что это настолько классная срань. Я не побоюсь этого слова сказать. А аромат называется Cherry Passion. Пойдете смотреть, читать. Композиция ни в коем разе не похожа на Lost Cherry от бренда Tom Ford. Не все вишневые ароматы, которые делают производители, обязательно должны копировать Lost Cherry. Сейчас, конечно же, здесь на блотере осталась просто миндальная, цианидная, приятная фруктовая пудрочка. Но старт. Опять-таки, я говорю только свои ощущения. Они могут не совпасть с моими, что я вам сейчас скажу. А может быть наоборот. Я исполчу кому-то впечатление об этом аромате. Что я пишу? Cherry Passion. Не буду далеко ходить. Для меня композиция стартует и живет на протяжении полудня, как бельгийское вишневое пиво. А там в пирамиде и вишня. Там в пирамиде и клубника. Что-то там еще сладенькое, приятное. Но я не могу отделаться от ощущения, что я носил на себе вишневую пену. От как раз-таки вот этого бельгийского пива. Потому что вот это вот сочетание нот. Здесь еще какие-то теплые смолы. Вот эта вот слегка цианидная миндальная косточка. И вот эти вот яркие ягодные брызги. Дает мне ощущение плотной пены. Вот как раз-таки этого бельгийского напитка. Это интересно. Это и мальчикам, и девочкам. Но, пожалуйста, тести на себе. Потому что себя. Да, мои знакомые, когда я им подносил конечности мои на понюхать. Скажите, чем пахнет. Говорили, ну, приятная вишня. Ну, приятная, возможно, какая-то кожа, смола. Все, как ты любишь. Я говорю, подождите. Еще раз наношу. И вы теперь нюхайте еще раз. И да, они соглашались, что пахнет вишневым пивом. Вишневым пивом. Такой же эффект. Знаете, в каком аромате есть? Скажите мне. Кюрвинином. Отравленная кожа, короче. 03. Пьер Гиом. Парфюм Женераль. Вот там, конечно же, не вишня. Там история про виноград. Там история про виноград. Но метод. Так, композиция тоже пахнет пивом. Мои знакомые тоже подтвердили. Интереснейшая работа. Мальчикам, девочкам и тем и другим. А если ищите не банальное, странное звучание. Обязательно потестируйте на себе. Возможно, вы тоже услышите. Это вот вишневое пиво. Если никогда не пили вишневое пиво, после того, как подвесите в магазине, нанесете на себя, на блотер уйдете с ароматом, сходите в ближайший магазин. Там этих Крик, по-моему, называется. Крик бельгийской. Огромнейшее количество. И русские делают, и уже не русские тоже везут все подряд. Все обижались, а сейчас все вернулись. В общем, это вот мой топ-4. Топ-4 получается, да? Может, ошибся как-то в последовательности. Но извините. Дальше пойдет композиция, которой я остался равнодушен, хладнокровен. Просто у меня эта работа есть. Это композиция под названием Шейсельский бриз. Бриз фишел, наверное, так. Он приятный. Однозначно приятный. Он влажный, он озоновый, он морской, он акватический. Здесь очень приятные и понятно встроенные бело-цветочные аккорды. Здесь действительно есть ощущение легкой соли, легкого озона. Но у меня просто есть эта работа. В общем, эта композиция, наверное, понравится всем тем, кто еще не знаком с ароматом от бренда Мансера под названием Френч Ривьера. Либо понравится всем тем, кому Мансеровское творение не очень нравится. А либо мужчинам, для кого Мансеровское Френч Ривьера слишком феминно. Вот это вот сюда. Это более мужиковатая версия Френч Ривьеры Мансеры. Это более фужерная, более какая-то акватическая, более плотная. Вот она прям пахнет влажным воздухом. Здесь еще я чувствую какую-то вот интересную камфорную нотку и действительно ощущение влажности вокруг себя. Интереснейшая работа, но мне просто не надо. Мне просто не надо собирать еще одну акватику, просто чтобы она была. Тем более у меня подобного профиля в моей библиотеке накопилось огромнейшее количество. И такую акватику я не очень люблю. Она цветочная, она цитрусная, она понятная, она приятная, она освежающая. Это действительно самый настоящий бриз, но просто не мое. Вот барышням еще можно смело, хотя я сказал, что аромат больше мужской степи. Но мне кажется, тем и другим зайдет обязательно и однозначно. Но вот всем мужикам, кому Френч Ривьера слишком феминно, вот обязательно к бризу. И последний аромат, который я не очень понял. Я просто не люблю подобного рода направления. Я сейчас все объясню. Аромат под названием Forbidden Elixir, забытый эликсир. Короче, это композиция, которая смотрит в степь наркотик, флюор наркотик от бренда X-Nile. Да, они в старте не похожи, потому что здесь в старте очень явный, открытый, понятный, мускусный, цитрусовый бум. Прямо самый настоящий, интереснейший. Но прошло 15-20 минут, и я чувствую, как вылазит вот эта вот та самая структура, которая меня относит ко всем вариациям на флюор наркотик. Лучше флюор наркотика может быть только флюор наркотик. Все, я не могу воспринимать омажи, да, схожие профили, потому что это все равно будет не то. И вот здесь вот, чем больше композиция жила на моей руке, тем больше я чувствую, что это прям похоже. Прямо это похоже, но X-Nile, понимаете, в чем прелесть флюор наркотика? Он сделан настолько чисто, он сделан настолько просто виртуозно, там каждая струнка натянута. Но, к сожалению, все производители, которые хотят сделать похожее, у них получается просто, ну, не получается. Не могу сказать, что она пахнет как-то мерзко. Свою аудиторию аромата обязательно найдет, если вы, дамы, любите все вариации флюор наркотика, если вы их собираете. А ничего страшного в похожих профилях у себя на полке не видите, попробуйте. Цветы, мускусы, да, в старте цитрусы, свежесть, да, какая-то вот эта вот первая, которая уходит такой прям нарочитую цветочность и мускусищу. Попробуйте. На лето в правильной дозировке будет отлично, в осень, в зиму и тем более. Ну, в общем, как-то так. Я вам все сказал. Мой фаворит индийская трава, мой фаворит это парадоксикал и мой фаворит свитлюр. Все остальное, ну, пиво, да, крик, крик еще, наверное, да, который пахнет этим самым черри пэшен, вишневым пивом, наверное, самое оно. Если вы тестировали эти ароматы, пожалуйста, напишите. Если после этого видео пойдете с ними, познакомитесь и вернитесь под это видео, напишите пару ласковых слов. Схожи ли наши с вами ощущения и переживания. Дистрибьютору огромнейшее спасибо, надеюсь, я как-то помог вот это все. Но работа, правда, классная, имеет место быть, стоит недорого, что еще от счастья нужно. Все, еще раз продублирую ссылочки все внизу в описании. Идем, смотрим в литуалях. В Москве они стоят стулья. Калибоска, по-моему, не могу ошибаться. А ссылочки на запрещенные граммы, на сайты, чего и как, где жалом попадет, тоже оставлю. А с вами был я, Николай. Любите себя, берегите себя, пользуйтесь. Классная, крутая парфюмерия. И увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok